Я хочу вам показать одну вещь по поводу срочности. Кто из вас чего-нибудь отправляет клиенту, а на следующий день перезванивает и говорит Ну что, посмотрели? Я имею в виду коммерческие, каталоги, прайсы, много, ползал. Ну информацию вы отправляете, а на следующий день связываетесь и говорите Ну так, стоп. Теперь смотрите, что происходит. 24 часа. Вы общаетесь с клиентом вот здесь, это точка 0. Вот прямо сейчас. 24 часа это то время, которое называется Давайте завтра созвонимся, все решим. Правильно? А теперь смотрите, что можно. Только честно. Сколько нужно времени, чтобы посмотреть подготовленный прайс на 20-30 позиций, адаптированный под клиента? Сколько нужно времени, чтобы посмотреть каталог из, не знаю, там, десятка-полутора кухонь, которые подходят клиенту, если про мебель? 20 минут. 20 минут. Это если вы специалист по мебели. Если вы обычный, нормальный клиент, вы как будете смотреть? Ключи. Конечно, конечно. А если женой, то там по-другому. Базово все равно быстро, а потом начинаем вникать. Но глобально, на все вещи. Или, а я хочу ваш сайт посмотреть. Чего его смотреть? Вы посмотрели, зашли в интервале позиции. Все, достаточно? 5? Хорошо. Давайте поймем на встречу. 10 минут с запасом. То есть на ту штуку, которую вы отправляете клиенту, 10 минут 100% хватит, чтобы ее посмотреть. Почти у всех, ребят. Ну, не смотрят клиенты, прям вчитываясь в каждую миле там какую-то штуку. 10 минут. Поэтому, если вы что-то скидываете клиенту, рекомендация следующая. Вы ему говорите, смотрите, на просмотр обычно нужно 10 минут. Поэтому давайте я через 15 минут наберу и уже сразу решим, пока помните. Добавляйте обязательно, пока помните. Ребят, вы даете клиенту очень интересную возможность. Сразу закрыть вопрос. Для некоторых это важно. Вам же приятно, когда вы вычеркиваете дела из списка. Когда список дела, вы вычеркнули, у вас счастье. То же самое вы говорите клиенту. Слушайте, давай пока помните. Слушайте, давайте пока помните. На просмотр надо 10 минут. Поэтому давайте, чтобы мы, вы посмотрите, через 15-е звоните и все решили. Часть клиентов говорят да, часть клиентов говорят нет. Они скажут что? Я не успею. Вы говорите, ладно, давайте тогда через час, чтобы вы точно успели. Каждый раз надо аргументы добавить. Давайте через час, чтобы вы точно успели. Если клиенты в этой ситуации говорят нет, 24, давайте тогда завтра. Но обратите внимание, что вы вот этим приемом можете забрать себе 40%, примерно, от бизнеса зависит, ребят, клиентов уже сразу. Я почему это так долго рассказывал? Вы споймите, это как собакой гулять. Где-то у меня как-то, где-то. Собакой гулять можно на коротком полотке. Вот здесь, вот за ноги. На длинном полотке. Либо, совершенно верно, отпустить и собака уходит за горизонт. Если вы умудрились отпустить клиента на 24 часа, есть два варианта. Хороший и плохой. Хороший вариант, он про вас забудет. Просто. Ребят, за сутки клиент про вас забудет. И это хороший вариант. Хотя вам придется всю продажу начинать сгулять через сутки. Все понимают? Информация сотрется. Мы с вами занятые люди, клиенты тоже. Все нормально. Второе. Это когда клиент, когда собака. Мало того, что вы его отпустили гулять на сутки. Куда он пойдет гулять? Это то, что вы рассказывали. Куда он? Конечно. Он пойдет гулять с конкурентом. Поэтому ваша задача, если вы умудрились отпустить клиента гулять на сутки, ваша задача, чтобы он думал только про вас. Слышали? Как это сделать? Вы с ним поговорили. Помните правила с униконтактом? Да. Вы ему набрали первый контакт. Через пару минут пришло коммерческое предложение или ваша информация. Второй контакт. Вечером того же дня вы ему скидываете... Напоминал. Ну не напоминал, а давайте что-нибудь красивое. Нет, стой. Вот тут вы отправили каталог, а тут вы отправляете... Примеры установлены. Примеры. Примеры. Пойдет. Это вечером. А утром перед звонком, например, отправляете отзывы клиента. Что отправлять, разберетесь. Только обратите внимание. Раз, два, три, четыре. И пятый. Это когда вы набрали контакт. Неплохо, да? Пять из семи контактов вы прошли за одну сутку с клиентом. Ну все видно количество контактов? То есть если вы отпустили клиента гулять, вы ему здесь скинули коммерческие предложения, здесь примеры работ, а ближе к звонку... Кстати, чуть не забыл, отправляю еще отзывы клиента до связи в 12.00, как договорились. И смайлик. Видно? И вы за сутки проводите клиента по тому пути, по которому другие менеджеры его гоняют два месяца. Вот и все.